Итак, вот с легендарного перекрёсточка Октябрьских ванн поднимаемся вверх в гору и попадаем на вокзал. Там, кстати, домик музея шаля девочек 20 апреля. Стас Михайлов, ты! Разрушила мечты! Кузьмин. Не всё совсем печально, кроме Стаса Михайлова. Оперу дают 8 апреля. Вот он. Вот она, филармония. Ну, я думаю, по интересам можно найти космос. Если кто отдыхает с детьми, страницы истории, листая там что-то, что-то. Так, смотрим. Золотые ноты Германии. Пожалуйста. Как говорил. Вот эти, пожалуйста. Куда я буду выгуливать белые одежды? Станиславские. И вот выгуливать есть место, куда. Серенады любви. 17 апреля. В общем, мир разный. Кто по барам, кто по кафе. Если кому надо что-то более интересное, всегда есть возможность выйти. Ну, это, я думаю, кто приезжает из маленьких городов. Просто я смотрю, какие билеты здесь на спектакли и в Питере. Они в 5 раз дороже. Какие-то комедии я не люблю. Как бы не мой жанр. У меня с чувством юмора тяжеловато. А на какие спектакли я хотела, билеты? Таких нет. Вот вокзал, мой любимый звук. Все, сейчас спрошу, где музей из Шаляпина. И схожу в свой первый санаторий. Так, я вы сейчас, подождите, я покажу. Вот это стоит 500 рублей. У вас, девушка, у вас? 500 есть комната. Но это есть... Нет, у меня хорошая квартира. А недалеко отсюда? Около церкви. Около церкви? Да, вот это. Все, Валентина Ивановна. Хорошая квартира. Все. Спасибо большое. Так что никто без квартир не останется. Недалеко от вокзала находится домик. Шаляпина. Он с веранды пел. Поэтому домик так называется. И вот этот санаторий Семашка был раньше украинским. Я иду искать свой домик, где я отдыхала. С веранды я там и пела, но там наверняка таблички не будет. Вот он, красивый музей. Работает ежедневно. По ей наши благотворители. Висит такой коврик и такие звездочки. За счет которых существует музей. На что я еще успею. 6 апреля. Письма любви. Седьмого папа. Курортная мозаика. Восьмого. То есть не просто какие-то тематические. А сколько билет стоит? 400 рублей. А, вот внизу. А, вот 400, 200, да. Цена билетов. 200 это на кинодень. Но у нас, к сожалению, на кинодень не собираются люди. Если какая-то группа приедет, есть сомненная экскурсия. А так 400 рублей экскурсия. А так вот просто если... Это литературно-музыкальная программа. Это концерт. После концерта экскурсия с экскурсов. Вот так. Все вместе стоит 400. Так, раз. И сразу попадаешь в такой красивый-в красивый зал. Камин. Штены. Рояль. Ну, я думаю, что здесь проводятся какие-то концерты. Какая-то за штурки я загляну. Посмотрю, что тут. А, ну тут телевизор. А, да, тут кинопоказы, которые я смотрела в афише. Все. Идем в следующую. Это гардеробная, где я разделась. Иду дальше. Осматривать. Давайте. Так, я не сказала, 100 рублей стоит посещение музея. Столовая, веранда, спальня и диатральная комната. Спасибо. Столовая. Так, здесь такая фишка. Скатерть. А, простите. Такая скатерть. И расписываются те, кто... Люди, которые здесь были. Вот Котлеров, Санкт-Петербург. И потом расписывается ручкой, но это все вышивается. Признаюсь, что я та-та, то-то, то-то, дорогие коллеги. Но вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся, пусть лично звучит глаз России. И самовар. Да, мечта, конечно, чтобы в доме была такая мебель. Я родителям всегда говорю, зачем вы покупаете ДСП. Купить лучше один кому. Иметь лучше один потихон, чем 15 пропуканных диванчиков из ДСП. Потом бы, ну, следство передали. Такой вот старинный потихонечку. Вот серван такой. Вот я просто мечтаю, чтобы у меня когда-то была такая мебель. Наши бабушки выкидывали все на помойку. Это веранда. Вот с улицы прекрасно. Прекрасный вид был. Вот он, вид на вокзал. Совсем все рядом. Такая веранда. Вот как составляется генеалогическое древо Федора Ивановича Шаляпина. Шаляпин. И понеслась мама, папа, сыновья, братовья. Я все составляю, составляю, плюну. А вообще это, наверное, интересно. Это одно из следующих моих увлечений, я думаю, будет. Кресло-качалка у меня похожее. Вот такой был одной самоварчик. Ну, приятно. Вообще здесь так как-то уютно. Зато уже жалюзи такие современные. Скатерть такая вышитая. Вязаная паркет. Паркет удивительно не скрипит. Ну, лепнина такая. Ну, вообще так довольно свеженький. Вообще убедительно. Да? Хорошие у вас благотворители. Все так свеженько. Я вчера была в Жигулевске, ой, в Железноводске. Все, что связано с Пушкиным, говорит, ну, Говорухин давал в 95-м году деньги. Мы реставрировали. И в каком страшном состоянии все сейчас. Просто вот. Все такое облезлое, обшарпанное. Я думаю, бедные те, кто пытаются как-то поддерживать люди. Какие средства. Все? Вот туда. Куда еще? А, я еще в спальне не была. На самом интересном месте. О, спальня такая. Ну, это фраг. Так, тут уже темно не видно. Ну, это картины, я думаю, уже после, да, были? Ну, такие картины или это при жизни такие были картины? Какие картины? Это фотографии его семей. Ну, фотографии были так, при нем? Или это уже потом просто? После революции здесь были коммунальные квартиры, столярные, мастерские. Штаб немецкой разведки. Рабочая столовая санатория Семашка. Только в 88-м он открылся. А вообще санаторий Семашка это... Я поняла. Украина. Украина, какое-то предприятие это или что там, железная дорога или что? Я не знаю. Знаешь, что украинский? Украинский, да? Угу. Так. Покрывало турецкое лежит на шаляпинской кровати. У нас такой на распродаже с Леной продать не можем. Ну, не знаю. Это все, наверное, все современный вариант. Ну, конечно, мебель, наверное. Все узнали, что было, что есть, что будет. На выход. А шаляпин верующим был? Да. Да? Такая вот лампадка. Но мебель, это, наверное, все-таки его, да? Которая здесь. Вы едете с собой, ведете мебель? Если здесь были коммунальные квартиры... Да, то есть он просто здесь останавливался, но я имею в виду... А в этом доме все равно, вот, как бы предполагалось, или мебель просто этого периода? Да, вот правильно вы сказали. Мебель просто этого периода, да? А, так я могу у себя в Волгодонске создать домик шаляпина, да? Проезжал мимо на поезде-то. Прекрасно. Ну, я прочитала, около ели там написано, что он пил, да? Спасибо.